Где можно встретить людей с самой крепкой в мире хваткой? На чемпионате мира по армлифтингу. Спортсмены из 20 стран приехали в Санкт-Петербург. Среди организаторов представители российских спецслужб. Подробно Евгений Ильин расскажет. Армлифтинг – спорт молодой и в Россию пришел относительно недавно. Однако именно российские спортсмены в нем сегодня на первых ролях. Может быть потому, что среди поклонников армлифтинга немало представителей силовых ведомств. Казалось бы, всего на пару секунд приподнять над землей несколько десятков килограмм – это несложно. Но представьте себе, что ручка, за которую вы тянете вес, диаметром 6 сантиметров. То есть целиком ее вам не обхватить. А вдобавок ко всему она не закреплена жестко, а крутится. Что ж, внимание! Армлифтинг! Армлифтинг! Нет лифт! Отказывается спортсмен! Сам снаряд и соревнования с ним придумали американцы в конце 80-х. Из гаражной ярмарочной забавы армлифтинг постепенно превратился в настоящий вид спорта. А международным он стал, когда попал в нашу страну. И прошли первые соревнования между российскими и американскими спортсменами. Что ж, все! Поехали! На петербургский чемпионат мира съехались уже представители более чем 20 стран. Организаторы уверяют, количество поклонников армлифтинга растет с каждым днем. А все потому, что в этот вид спорта может прийти практически любой человек, независимо от пола и возраста. Скажите, пожалуйста, как вы узнали вообще об этом спорте, который шли сюда? А случайно? Так вот, видео посмотрели, даже не знали, какой этот гриф вообще, даже сколько у него, ширина какая. Поехали на соревнования и выиграли. Креплифт! В какой-то момент я случайно попала на соревнования. На каблуках подняла 50 килограмм. И мне ребята подошли и сказали, они попробовали ли тебе в армлифтинге. Алине Мысик из Петербурга всего 16 лет. На чемпионате она впервые. И с первой попытки девушка взяла бронзовую медаль. Ну, хват, вот это вот, это все мое. Я понимаю, что я это могу. Вот. И у меня это получается. Особенность армлифтинга в том, что накачанные мышцы не играют здесь решающего значения. Здесь можно встретить людей худых и полных, высоких и небольших. Объединяет их всех одно – железная хватка. Потому что задействована, в общем, общая мышечная масса, корсет, внешний вид. Не имеет никакого значения, потому что важны связки и сухожилия, а, в общем, их особо не накачаешь. Во-вторых, это бескомпромиссность. То есть тут нет такого, что там, ты поднял не так или не совсем. Ты либо поднял, либо нет, тут вариантов не существует. Армлифтингу все же пока далеко до олимпийских видов спорта, но это и не главное. Организаторы утверждают, что самая важная цель турнира – создать атмосферу праздника. Как будто все тут знают друг друга тысячу лет. Евгений Ильин, Степень защиты.